Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия Митрохина, и я партнер компании Greenway уже полтора года. Я совершенно обычная мама в декрете, и я пришла в сетевой бизнес, чтобы сформировать для себя пассивный доход и находиться рядом со своими детьми. Для меня это очень важно. До сетевого бизнеса я работала в найме, и, конечно, мне не хочется туда возвращаться, поскольку у меня четверо детей. И сейчас я успешный сетевой предприниматель. Greenway действительно, с Greenway изменилась моя жизнь. Мой уровень дохода вырос в несколько сотен даже раз. И меня многие спрашивают, Юля, как ты быстро построила свою команду, какой же секрет у тебя есть, чтобы развиваться так быстро в компании Greenway, что тебе это позволило? Я могу точно вам сказать, что очень важно, чтобы вы правильно научились позиционировать этот бизнес, именно сетевой бизнес. Но здесь есть один момент. Очень многие партнеры знают, что говорить. В этом, в принципе, сложности нет ни у кого. У вас есть у всех наставники, есть топ-лидеры компании, есть YouTube, можно взять любую презентацию, абсолютно переписать ее, и вот вам готовый текст, что говорить. Но немногие партнеры думают о том, как они это говорят. И это очень важно для вас. Поэтому сейчас я хочу передать вам именно в этом направлении все свои знания и советы. И прежде всего, конечно же, вы должны излучать уверенность. Но я знаю, что многие из вас скажут, ну откуда у меня может быть уверенность, если я только-только начинаю этот бизнес, и у меня нет результата. Но я хочу напомнить вам о том, что каждый из нас, любой топ-лидер компании, в том числе и я, совершенно обычный человек. Когда-то была без результата. Я пришла в этот бизнес без результата. И начинала его с нуля, так же, как начинаете его вы сейчас. И что придало мне уверенность? Знаете, вот я очень советую всем вам определиться со своей целью. Как бы это сейчас просто не звучало, найди себе цель, иди туда, ты дойдешь. Знаете, вот цель, она бывает либо размытая, либо бывает очень четкая. И для того, чтобы ваша цель была четкой, вам нужно разобраться со своими желаниями. Я в своей команде всегда говорю, вам нужно понимать, чего вы хотите, только тогда вы дойдете до этой цели. Поэтому первое, что вам нужно сделать в начале своего пути, это разобраться, что же вы хотите от Greenway. Все очень просто, я приведу вам пример, что писала я. Я хочу находиться рядом с детьми, я хочу свой дом, я хочу большой автомобиль, я хочу закрыть ипотеки, я хочу детьми привезти в дисциплинатную. То есть, ну, все вообще абсолютно, у каждого человека они свои. Но когда вы четко знаете, чего вы хотите, формируется ваша цель, финансовая цель, да, она не размытая, она конкретная. И это придает вам уверенности. Вот когда вы видите цель, вы не видите препятствий, вы слышали об этом, да, и люди, нужные, нужные люди, они подтягиваются именно под эту цель. И в моей команде сейчас очень много таких же, как и я. Это вот, может быть, как-то необычно звучит, да, но в несколько поколений уже появляются люди, с которыми я знакомлюсь, и они говорят, что мы очень друг на друга похожи. И все только потому, что я знаю, куда я иду. Я иду, и люди ко мне подтягиваются. Тогда я начала с того, что вы должны понимать, как вы говорите, как вы позиционируете бизнес, и должна быть ваша уверенность. И вот это состояние, которое вы передаете людям, ведь одно и то же предложение, оно может звучать по-разному, от разных людей. Кто-то говорит, и ему не верят, а кто-то говорит, и за ним идут. Поэтому еще один момент, это ваше состояние. Помимо уверенности, вы должны свое предложение делать в состоянии изобилия. А для того, чтобы делать в состоянии изобилия, вы должны закрыть все возражения у себя в голове. Все возражения по отношению к компании, по отношению к продукту. Тогда вы поймете, что это действительно тот шанс ваш изменить свою жизнь. Так же, как ее меняют тысячи людей. Тысячи людей. Это ни один, ни два человека, их очень много. И вот это состояние изобилия, оно тоже очень сильно влияет на ваше предложение, на то, как вы об этом говорите. Люди это чувствуют, вашу энергию. Многие делают предложение в состоянии нужды, когда думают, что вот, это последний человек, мне надо его срочно взять. Если он не подпишется под меня, то все, моему бизнесу конец. Пожалуйста, не делайте этих ошибок. Всегда люди, которые слышат ваше предложение, всегда у них возникают три вопроса. Запомните их, пожалуйста. Первый вопрос. Почему я должен идти за тобой? Человек будет смотреть на вас, вы будете говорить, он будет слушать, но у него обязательно возникнет этот вопрос. Почему я должен идти именно за тобой? Он может его не озвучить, но он обязательно спросит у себя в голове. Поэтому ваша уверенность, ваше состояние поможет вам в этом. Второй вопрос. Чем выгодно для меня твое предложение? Порой я слышу предложения, которые не закрывают человеческие потребности. Я проведу вам простой пример. Например, бывает такое, что человек, например, у него есть машины, у него есть два автомобиля. Или, например, ему не нужен автомобиль. А в предложении человека очень много звучит. Автобонус, Мерседес, я хочу. Но не звучит того, что нужно этому человеку, которому вы говорите. А может быть, ему просто хочется побольше поспать. Может быть, он устал уже просыпаться в 6 утра и к 8 ходить на работу. А вы ему даже не озвучили? Да, может быть, не озвучили о том, что у нас здесь нет начальников, мы строим свой собственный бизнес. Мы можем сами распоряжаться своим мнением. Поэтому это тоже очень важно. И третий вопрос. Это где доказательства? Доказательств очень много сейчас. Мы перед вами доказательства, я перед вами и другие спикеры. И, в общем-то, вот эти три вопроса всегда человек задает. Я еще один хочу вам дать совет. Это рекрутинг через диалог. Никогда не должно быть монолога, когда вы просто говорите, говорите, и человек вам ничего не отвечает. Поэтому всегда используйте три вопроса закрытия. Как тебе, что скажешь и что думаешь? Для того, чтобы человек вам дал обратную связь, и вы могли уже проанализировать, да, что у него, что, как он думает про этот бизнес. И, собственно говоря, выстроить уже свою презентацию в дальнейшем, уже исходя из того, что у него в голове сложилось. Вопросы закрытия, я вам сказала, да, что думаешь, что скажешь, как тебе, обязательно используйте для своего диалога. И самое важное, что вам сейчас нужно сделать, вот прежде чем вот это все начать, говорить что, говорить как, вы должны понимать что, вы должны принять решение и сделать выбор быть здесь успешным сетевым предпринимателем. Именно такой выбор сделала я в своем пути, на своем старте своего пути. И поэтому сейчас я стою здесь перед вами, и в дальнейшем я, конечно, буду еще больше развиваться. У нас огромные планы, я думаю, такие же, как у вас. Поэтому я вам всем желаю огромного успеха, и хочу передать слово своему партнеру, грандмастеру Пулл-3 Бриллианта, коллеговой Елене. Удачи вам! Дорогие мои, всем привет! И сегодня очень интересный день, потому что я вот сейчас сижу, всех слушаю, и понимаю, 5000 зрителей, это офигеть какая цифра. Но я возвращаюсь три с половиной года назад, в сентябрь, и у нас был первый марафон, когда сюда приехали люди. И не поверите, у нас было всего 9 мастеров. 9! Сейчас объявляет за полгода по России 400 лидерских квалификаций. 400! Вы просто слышите этот масштаб? Почему я с этих цифр начала? Потому что каждый абсолютно спикер говорит о том, как поменялась его жизнь. Но только вопрос, за какое время? Я вспоминаю свое, и давайте я немножко расскажу историю, да, я, кстати, вчера написала буквально пост. Мне было очень важно понять вообще, как люди живут. Реально, как они живут? Как живете вы, дорогие мои? И я написала посты своей истории, когда я рожала второго ребенка, ей скоро будет 11 лет, и я на родильном кресле записывала клиентов. Что вы думаете? Я думала, я одна такая уникальная вообще, я такая вся уработавшаяся была. Да их тысячи! Там столько комментариев, когда женщины пишут, что они работают на двух работах, они не могут себе позволить быть в декрете мамой. И я подумала, обалдеть! Я вернулась еще назад. Еще назад я посмотрела, 20 лет моего пути было отдано за воду. Когда я работала с утра, в ночь, в цепной выходной, я железнодорожник, умею материться. Но я поняла, что за 20 лет я не прошла тот путь. Вот что сейчас происходит за 3,5 года? Я, ребят, правда, я не мечтала такой жизни. Просто не мечтала. У меня не было цифр таких в голове, у меня не было масштабности такой организации. У меня не было понимания такой команды, единой, когда ты идешь вот плечо к плечу, когда ты понимаешь, куда ты идешь. О чем говорила Юлия Митрохина. У меня не было понимания миллионов и международного бизнеса. От слова совсем. В той точке и страха у меня тоже не было. У меня был страх, знаете какой? Не подойти к человеку и что-то сказать. Нет. У меня был страх вернуться на это родильное кресло, вернуться в ту жизнь, в которой за 20 лет и за 10 лет моей каторжной работы в моей жизни ничего не поменялось. А теперь подумайте, отмотайте. Нету страха, нету страха сделать предложение. Нету, нету страха начать бизнес. Не придумывайте себе вообще этого. Уберите это из головы. Самый большой страх остаться в той жизни, в которой вы живете. Я знаю, о чем я говорю. Я вчера буквально разговаривала с человеком, которому 22 года. 22. Я его спрашиваю, а чего ты хочешь? Он мне начал накидывать. Он сказал, что я не готов людям рассказывать о том, чем я занимаюсь. Я говорю, а чем ты занимаешься? Он говорит, я спасатель. Я говорю, почему не рассказать? Почему ты боишься рассказать, что ты спасатель? Он говорит, я не знаю. Вдруг меня согласят? Я говорю, ты в бассейне с миллионером. И я вдруг, знаете, что поняла? Я поняла, что я… Ребята, это для каждого из вас. Вы мостик. Вы человек, который даете возможность. Это задача человека взять ее или не взять. Остаться грузчиком, остаться спасателем на море. Без разницы ваша задача говорить об этом и понимать, куда вы хотите. Не из страха, а возможно из страха. Возможно первоначально это будет из страха, из страха жить так, как все. Без возможности путешествовать, ходить по магазинам, без возможности материнства, одевать красивые платья. Вот, вот, вот. Блин. А возможно это будет из другой точки, когда как оно же я хочу много зарабатывать. Я хочу, я хочу ходить и просто не смотреть на карточку, когда я трачу. Все зависит абсолютно от вас. Но у вас никогда не будет страха, если вы будете понимать, из какой точки вы идете и куда. Есть точка А, есть точка Б. Чтобы ваш путь сократился, точнее время, я вам дам. Сегодня много рецептов раздают. Я вам дам один совет. Посчитайте свою жизнь. Посчитайте свою жизнь. Мне сейчас 45. Через буквально месяц мне будет 46. Но когда я вчера разговаривала с этим мальчиком, 22-летним, я поняла, думаю, боже, а если бы мне в 22 года это сказали? А если бы я в 22 года услышала и приняла это предложение? И ведь на самом деле никто не собирается доказывать, зачем мне доказывать, что я хорошо живу? Зачем мне доказывать? И хорошо это не, это не чек. Хорошо это внутреннее состояние, когда ты ощущаешь себя свободной, когда ты ощущаешь себя многогранной, когда ты понимаешь, что ты можешь вообще сделать в этой жизни, что ты можешь передать, что ты можешь взять. Вот это ощущение. И я подумала, боже, просто 24 года назад, 20, да я бы такого сгенерила. Так, закачаешься. Теперь по Гринвей. Каждый нормальный человек, каждый, хочет, чтобы рядом с ним был сильный наставник. И это нормально. Если вы погружались, кстати, дайте там потом в зуме напишите, кто погружался под воду с аквалангами, тот меня поймет, потому что такие экстремальные виды, ну там, спорта, я не знаю, отдыха, они дают свою точку понимания жизни. Так вот, когда ты опускаешься в такую бездну, казалось бы, тебе очень важно, чтобы рядом с тобой был сильный человек, который вытащил тебя, если что, вернул обратно с этой глубины. И для меня компания Гринвей это такой напарник, который дает все. Все, логистика, товар, маркетинговые выплаты, скорость, динамика, возможность, пожалуйста, вот сейчас мы в Сочи. Ну, тут столько людей участвуют в организации процесса, чтобы вам, чтобы вам, пяти тысяч человек, не доказать, ребят, нет. Показать. Показайте, чтобы вы услышали. Ведь на самом деле у меня нет задачи доказывать вам что-то. У Мургунова нет задачи доказывать вам что-то. Ни у одного спикера нет задачи доказать. У каждого спикера и у президента компании есть задача показать вам возможность. Это другая точка. И для меня компания Гринвей это сильный партнер. Это партнер, которому я доверяю. Партнер, который изменил мою жизнь. Не без моего участия, ребят. И здесь не придумайте себе, что вы подписали контракт и все случилось. Мургунов все сделает. Мургунов делает много, наставники делают много, но вам нужно будет делать действия. Какие вчера меня спрашивают? Да вы ничего такого не делаете, чтобы можно было... Вы знаете все. Вы умеете разговаривать. Вы умеете звонить. Вы умеете писать сообщения. Разве не умеете? Ведь умеете, правда? В этом и состоит бизнес. Но вы будете писать, говорить. Как сказала Юля, за деньги, так скажем, когда вы будете понимать, когда вы поймете, сколько вам сейчас лет, сколько на вашем пути еще осталось идти. Как вы хотите жить. И как скоро вы так хотите жить. Хотите, вы можете потратить 20 лет. А если хотите быстро, то ваша история должна делаться очень быстро. Очень быстро в динамике. На самом деле, я вам сейчас желаю увеличить скорость, войти в динамику и создать быструю историю вашего успеха. Быстро. И уже через три года стоять на сцене и говорить, у меня команда 150 тысяч человек. Мой бизнес развивается на мировом пространстве. У меня все континенты. У меня сильнейшая команда, которая зарабатывает. И мы идем с ними на говногу. В общем, этого я вам желаю. Спасибо вам за внимание.